Просыпайся, улыбайся, вместе с нами огромному миру. Хорошее утро, хорошее утро! Наконец-то стала известна норма кофе на день. Наконец-то в очередной раз, друзья. Мы желаем, чтобы вы сейчас наливали ваш бодрящий кофе. И, конечно, заряжает хорошим настроением. Юлия Смелых, Игорь Шома, студии. На календаре уже четверг, 18 апреля. Ну, а, конечно же, мы вам рассказываем о том, сколько кофе можно выпить. Диетологи из Москвы выяснили о том, что кофе пить все-таки вредно. Ну, в определенных количествах можно. Ну, да, в определенных количествах можно. И здоровому взрослому человеку можно выпить примерно 300-400 миллиграммов кофе в день. Да, ну, вполне себе такая нормальная порция. Если вы еще не взрослый человек, а подросток, то вам, вот, знаете, до 100 миллиграммов желательно. Детям категорически воспрещается употреблять этот напиток. Надеемся, что вы не даете детям это пробовать. Ну, а если вы беременная женщина, то тут, конечно, 200 до 200 миллиграммов в день. Вот все время эти ограничения, слушай. Ну, ничего, друзья, не будем огорчаться. Чего уж там. Кстати, по полуколичества этого кофеина. Есть ли чашечка эспрессо? Там примерно 80 миллиграммов этого самого кофеина. Ну, хорошо. Нормально, нормально. Хорошие такие порции. А вот по поводу запретов беременным. Понятно, что надо от чего-то воздерживаться. Самое главное, что показано всем беременным барышням, это, конечно же, хорошее настроение. Да, хорошее настроение, это, конечно, самое главное, что может быть в семье. И одна из пар в Техасе решили, что они устроят вечеринку и сюрприз для своих родителей по определению пола. Да, это вечеринка, которая традиционная в Америке, в Канаде. Так вот, шарик для гольфа наполнен определенной пудрой. И нужно было разбить его, чтобы увидеть цвет этой пудры, соответственно, голубой или розовый. Но как-то у главы семейства не очень получилось. Да, и эту инициативу сейчас, как мы дальше с вами увидим в кадре, перенимает его супруга, жена. И вот сейчас замедленная съемка, чтобы так вы сейчас тоже наблюдали. Вот он, тот самый заветный цвет. У нас девочка. У нас будет девочка. Ура! Ну, это у них там будет девочка. Слушай, может быть, поэтому мужа-то не получилось. Да, возможно. Потому что он пацана, понимаешь, ждал. Так, друзья, двигаемся дальше. Идиллия семейная, вообще там у них все нормально, все хорошо. И юмор, и творческий подход, он в любой ситуации поможет вам найти лучший выход. Да, вот, например, пес по кличке Газ, ему сделали недавно операцию небольшую. Ему пришлось одеть ошейник такой конусом. Это прямо воротник целый. Да, целый воротник. То, чтобы он не кусал, себя не лизал, как-то себе не навредил. Ну, и тут хозяйка решила, что это не будет какой-то проблемой, это будет источником вдохновения. И буквально такие, там, за несколько минут, сколько ей потребовалось. От 15 до часа она говорит о том, что с подружкой они садятся и творят такие шедевры. Шедевры действительно очень яркие. Непонятно, конечно, так же весело ли собаки, но, но, смотрите, все, понимаете, на все соглашается, перемещается. Это прям такая, знаешь, ракета. Это пасть, что это? Как раз-таки от астронавта ГАЗа мы перемещаемся дальше в космос, и где орбитальный телескоп ТЭС у нас нашел планету, похожую на нашу родную Землю. Представляете? Слушай, это, конечно, тут, понимаешь, ГАЗ с нами полетит, мне кажется, как раз вот та самая шикарная, шикарная космическая штуковина. А что касается этого спутника, который в космосе с апреля 2018 года летает, а точнее это телескоп, они, эти устройства, обнаруживают не совсем планеты. Они называются экзопланеты. То есть они очень похожи на обычные, изведанные, но нет еще точных данных, что это реальная планета. Да, ну, планета эта находится в таких сравнительно недалеких промежутках от нас всего лишь 53 световых года. Ну, что это для нас? Ты такой, как опытный, понимаешь, астронавт сейчас тут заговорил. А это значит, что можно измерить массу этой планеты. Ну, а если массу измерят, то значит и химический состав. Короче, вероятно, это реально что-то похожее на нашу Землю. Ну, пока мы все на нашей Земле, все вот сидим тут в хорошем мутре, вам настроение передаем. И самое главное, на Земле находите контакты с теми, кто окружает вас ежедневно. Вот с коллегами, например. И нам расскажет наш специалист, эксперт, психолог Эвелина Герасченко. Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим про очень интересную тему. Как установить контакт с собеседником? Если вы хотите действительно устанавливать качественные отношения, научитесь пользоваться соцсетями. Поисследуйте, чем увлекается человек, с кем он общается, какие у него интересы, о чем он говорил сегодня утром. И с каким настроением он едет к вам навстречу. Сторисы в этом помогают. Если вы хотите установить контакт с собеседником, когда вы собираетесь навстречу, старайтесь, чтобы ваш макияж не был слишком ярким, чтобы ваша одежда не была броской, чтобы от вас не сильно пахло духами. Когда вы будете общаться с собеседником, смотрите ему прямо в глаза. Если вы не можете смотреть в глаза, хотя бы смотрите между бровями. Если же вы хотите устанавливать качественные отношения с людьми, когда вы общаетесь с человеком, смотрите на него и мысленно задавайте вопрос, что ты хочешь и что тобой движет. Я вам даю стопроцентную гарантию, что человек неожиданным образом начнет рассказывать вам о себе, о своих интересах и мотивациях. Если вы хотите устанавливать отношения с людьми, говорите с ними на их темы, то, что их действительно интересует. Вы зацепите их за особую струнку души и расположите к себе. Я рекомендую каждому из вас читать книги по общению и по совершенствованию общения с людьми. Пусть каждый из вас будет получать удовольствие от общения с собеседником и достигать желаемой цели наиблагоприятным образом. Я желаю вам хорошего дня и самых интересных и увлекательных контактов. Спасибо большое, Велина. Скажи ко мне, Игорь, а ты сторис смотришь? Конечно, смотрю. А мои? Твои, тем более. Все правильно. Вот, понимаете, новый ведущий быстро-быстро учится. Ну, а мы продолжаем. Это утро и впереди. Сейчас надо вас настроить, подготовить. Игорь, сейчас помогай мне, потому что сейчас наши зрители увидят нечто необычное. Это тебе не собака вот в этом. Это событие, которое произошло на юге России, у нас в Краснодаре. И не в первый раз. И не в первый раз, да, между прочим. И посвящено, конечно же, оно всему новому технологичному компьютерным играм, сериалам, аниме, фильмам. В общем, современной культуре, которая нас с вами окружает, которой интересуется вся молодежь, ну и не только молодежь, на самом деле. И Дима Попович почему-то тоже решил заинтересоваться. В общем, кого он там встретил на Киберконе, друзья, и какие эмоции получил, увидим вместе. Что такое Киберкон 2019? Это поистине шумное событие, но для меня в первую очередь это очередь, друзья. Я не знаю, по талонам или нет, я чуть не прозевал. Не мешало бы выяснить, что такое Киберкон 2019. Пойдем поболтаем. Что такое Киберкон? Конференция. Да бог его знает. Киберкон – это веселье, развлечение. Поэтому вы такая веселая? Что-то включает. Трансклюировали меня, по-моему, только что. Какому подразделению принадлежите? Вялые питоны. Какие-то хрипы у вас? Чего там ждете вообще больше всего? Ради чего пришли? Косплей-дефиле. Косплей-дефиле. Вы планируете победить? Я не участвовала. А вы в домашнем? Да. Я Ансара Мейнхарт. Я оригинальный персонаж. Ансара Мейнхарт. Мейнхарт. Это откуда? Германия? Нет. Мы из... Узбатайска мы. Меркурий. Лоли. Да, было бы странно услышать Машу. У вас что-то с глазом. Да, так задумано. Я неудобно себя чувствую. Не знаю, в какой смотреть. Топор. Он для чего? Убивать души, покорять людей. Крещенков убивать. Кем хотите стать? Воспитателем. То есть я буду себе педагог. А топор, чтобы убивать души, правильно? Скажите, пожалуйста, вы замужем? Да. Мы возле ринга, но там никто не дерется. Сказали, будет какая-то заруба. Но я подозреваю, что в моем понимании заруба и здесь это немножко разные вещи. Скажите, что за заруба здесь сейчас будет? Мы не знаем. Вас что, похитили откуда-то? Да. Папа-танкист. Где папа-танкист? Он папа-танкист. Здесь будет находиться турнир между игроками Христалдарского края. В танке? Да, конечно. В 15 тысяч боев. В 15 тысяч боев. Подождите. А когда вы едите? А это по дереву? Нет, это ворками, ручно. А, это просто по человеку. А, это по людям, да? Все, я понял. Вот так вот. Потом берешь руку. Так, делай вот так. Сгибаешь два пальца. Не, вот так вот. Вот эти вот так. Два пальца сгибаешь. Так. И вот так ворочишь. Так. Теперь я посмотрю. Начинаю. А еще можно... Дабить, добить умеешь? Дабить? Дабить. Наверное, умею. Это дабить. А где? Я почему-то начинаю сразу танцевать с лезгин. Это дабить. Все, ты в теме, чувак. Спасибо. Давай. Мне подарили очки. Ха-ха-ха. Куда микрофон? Сюда. Сюда? Да. А как зовут? Кристина. Так и не скажут. Мы хотели узнать, как зовут вас. Знакомитесь? По-разному. По-разному? Да. В основном у зеркала и со свечами, я так понимаю. Кто ваша подруга? Это моя послужница. Она помогает мне в экспериментах. Как работается? Полный соцпакет или нет? За какая зарплата? Очень сложное отношение с начальством. Скажите, вы косплей или настоящий человек в форме? Настоящий. Сами попереоделись? Нет. Я тоже. Правильно. Ну вот и я косплей. Или лучше эти? Турнир двух корон? Да. То есть два финалиста получат две короны? Нет. Насколько я знаю, грамоты получают победители. Предлагаю тогда переназвать. Турнир двух грамот. У меня СВ корона. А можно проверить? Попадает. Да? Конечно. А вы вот это подержите. Небольшая травма. Не сломали? Нет, не сломали. Максимум ушиб или рассечения. Люди подойдут в палатке, пожалуйста. Слушайте, даже не плачет. Мой рыцарь в больнице. Что? Он после боев? Нет, нет. Просто гайморит. Рыцари тоже люди. Что вы смотрите? Чем больше у человека опыта, тем больше на нем защиты. Потому что он переживает здоровье. Судя по всему, этот молодой человек первый раз, да? Нет, он не первый раз. Но на нем же кроме варежки для горячего ничего нет. А вы будете драться? Нет, я уже подралась. С кем? С кем-то, чтобы сюда прийти? Друзья, что может быть лучше? Рыцари дерутся. Киркоров на заднем плане играет. Цвет, настроение, эпоха. Три очка набираете, получаете подарок шарик. Слушайте, там люди бьются за грамоты, здесь за шарик. И есть победа. Шарик, скоро будет бой. Что происходит? Это смотрят, с какой стороны посмотреть. Вообще фестиваль направлен на популяризацию развития молодежной субкультуры. Есть некий тренд, так называемый киберспорт, который уже давным-давно признан официальным видом спорта. Переодетые люди – это так называемые косплееры. Почему нет ни одного переодетого Лукашина? На премьере я могу сказать, что сегодня такие люди будут. Они даже будут тестить эти игровые компьютеры. То есть Лукашин и Надя будут играть в своем танке? Именно. Скажите, это вообще выгодно, нет? Выгодно с какой стороны? В плане уйти с работы и уйти в киберспорт. Первые мои призовые в 2013 году были 500 тысяч рублей. Все, Миха, пока. Куда садиться? Что такое киберкон точно и дословно, выяснить мне не получилось. Но одно понятно, что здесь очень ярко, круто и весело. И встретить можно кого угодно. От Фредди Меркури до Темного Рыцаря. Поэтому, уважаемый ванкомат, который начал призыв совершенно недавно, сходите на киберкон. Здесь можно встретить и призывников. Собственно говоря, здесь их очень много. Вон хотя бы. Спасибо большое, Дима. Это был Киберкон в Краснодаре. Ну, а вы, пожалуйста, оставайтесь на канале Кубань24. После фактов спортивных и прогнозов погоды вы узнаете, до чего могут довести принцессы и... И чего стыдится Голливуд. Продолжение следует... Наш Краснодарский край входит в топ-5 регионов страны, куда люди приезжают на заработки. Легкого робочего утра вам, дорогие телезрители. С вами Юлия Смелых и Игорь Шомас. На календаре уже четверг, и если у вас пятидневочка, то вот сегодня, завтра и все, и вы будете отдыхать. А вот если говорить о том, чего хочет молодежь, которая уже выпустилась из высших учебных заведений, то есть статистика. Итак. Оказалось, что 47% выпускников хотят работать в частном секторе. Из них 19% хотят быть руководителями. Ну, хорошее желание. При этом занятно, что по 13% среди опрошенных желающие работать как предпринимателями, так и госслужащими. На самом деле интересный такой факт, что одинаковый процент. Но не менее интересный факт того, что есть люди, которые не хотят работать. Для меня это удивительная вещь, потому что... Смело. Как можно не работать вообще? 2,6%, между прочим, студентов не хотят идти на работу. Непонятно, что они будут делать. Хотя, ты знаешь, что говорить, если даже летчик, персональный летчик герцогини, зовут ее... Меган Маркл. ...именно так, уволился, потому что прихоти беременной герцогини, в общем-то, довели его до этого решения. Сообщается, что пилот всего лишь не захотел прилетать по ночам, в выходные или... И вообще, когда ей заблагорассудится. В общем, когда она захотела поесть чего-нибудь вкусненького, он просто сказал, что я не буду терпеть это, я увольняюсь. Вот так вот. Ну, и, кстати, кроме того, что график такой прямо, ну, жесткий, скажем, еще и как-то неуважительно к нему относился работодатель. Ну, спорная история, все-таки, мне кажется... Мне кажется, что это вообще очень странно, потому что, когда ты работаешь в такой статусной позиции, в должности, да, когда ты работаешь в королевской семье, ты должен понимать, что тебе может прилететь любое задание. Вот так ты думаешь. Ну, мне кажется, все равно нужно как-то границы человеческие, ну, отстать. Ну, в общем, ладно, это такая спорная ситуация. Можно долго спорить по этому поводу. Да, давайте от этой страстной такой истории королевского характера поедим в наш любимый Голливуд. Да. Да, я полетела, да? Друзья, дело в том, что в Голливуде есть актеры, которые очень стыдятся своей первой роли. Вот этот, например, всем известный Том Хэнкс. Его первая роль была, не поверите, роль маньяка. Ему было всего 24 года. Понятно, что молодой маньяк был не очень злой, и режиссер вообще очень интересно простроил сценарий. В конце маньяк, который был беспощаден своим жертвам, он не погибал. Он оставался жить. Непонятно, почему критики вообще никак не прокомментировали игру актера, и ему до сих пор за эту роль стыдно. Теперь давайте по женским персонажам пройдем. Дэми Мур очаровательная. Она сыграла борца с инопланетными паразитами. В фильме ужасов «Паразит». Что самое интересное, этот фильм тоже никаким образом не откомментировали. Это вообще провальное кино. Она после этой роли получила за три свои роли премию «Золотой малины». А это, как известно, в Голливуде отмечают неудачные творческие позиции. Ее это не смутило. А то, что эту не отметили, это след на всю жизнь. Далее. Дженнифер Энистон дебютную свою роль сыграла в фильме ужаса «Лепрекон». Она была борцом со злобным гномом. В 1993 году эту роль она исполнила. И кроме морального, ну, скажем, прям расстройства, потому что она даже не досидела, когда титры бежали в кинотеатре, ей очень не понравилось то, что в итоге получилось. Еще и шрам на руке у нее остался после этого фильма. Ну и Брэд Питт свою дебютную роль отметил очень быстрыми, несколькими секундами в кадре. Он играл официанта. Понятно, что официантом мог быть любой, но Брэд Питт, как и все голливудские актеры, очень хотел отправиться на большой экран. Соответственно, даже эта роль ему показалась возможной. Ну что, Голливуд – это хорошо. А у нас на диване уже гость, который, я уверена, много чего увидел, в том числе в Голливуде. Юль, ну, пока ты рассказывал эти интересные факты, к нам присоединился Игорь Гукасян, журналист, кинообозреватель, владелец Копират-бюро. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Игорь, часто в кино, прям вот в кино ходите? Да, вот знаете, на самом деле очень часто, потому что, ну, когда-то давно это был мой основной источник заработка, и это было очень интересно, потому что мир кино позволяет увидеть в реальности, в принципе, на экране, конечно, то, что у тебя работает в воображении. И вот это полное погружение в тему, которая тебя интересует, будь это абсолютный фэнтези или какая-то более-менее мелодрама с социальным подтекстом, это все всегда вовлекает. А все-таки кино, в принципе, неважно на каком экране, или предпочтительно сходить в кинотеатр? Смотрите, зависит от кино, от цели фильма, которую вы преследуете, потому что если вы пойдете на какой-то блокбастер, который сейчас вот прям выйдет, там определенная цель, это определенный, вы должны быть в кинотеатре, большом эффект, звук, картинка, соответствующее окружение зрителей. А если вы идете на какой-то авторский фильм, это может быть даже несколько разочаровывающе, потому что когда вы придете в кинотеатр, вы увидите большое количество людей, которые, возможно, ведут себя не так, как вы в кино. Тут может быть немножко другое впечатление. Да, немножко продолжу этот вопрос. В 2012-м вышла ваша статья о том, что вы призывали людей не смотреть телевизор, а больше смотреть кино. Да, это прямое продолжение, потому что, ну и в принципе, это можно почувствовать сейчас, как кинематограф воспитал свою аудиторию. Это можно увидеть как по фильму «Марвел», как они внедряли все свои инструменты, начиная от титров, которыми заканчивался любой фильм, так и авторскими какими-то высказываниями. Одним из самых мощных, на мой взгляд, является практически любой фильм фон Триера, Ларс фон Триера. Будь это социальный подтекст, либо одно из самых его последних творений, это дом, который построил Джек. Если это кто-то не смотрел из зрителей, можно это глянуть. Это прямое воплощение Библии и смешанное вместе с Дантой Агилерием в божественной комедии. Поэтому вот вся эта насмотренность в итоге складывается в том, что человеку не особо нужен телевизор, ему достаточно художественного высказывания на определенную тему. Ну, прежде чем мы углубимся вот в этот момент насмотренности, вы сейчас поясните, зрители какие-то такие сериалы. Какое у вас личное отношение? Это достойно того, чтобы это смотреть? Очень-очень единичные есть экземпляры на эту тему. Ну, в принципе, самый яркий, который большинство людей даже смотрело, это сериал Паула Сорентина «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли, где каждый кадр – это произведение искусства. В принципе, то же самое. Эстетика. Да, да. И, в принципе, это, знаете как, это эстетика для современного зрителя. Но то, что сделал Сорентина в этом сериале, уже давным-давно делал в Советском Союзе мощнейший Параджанов, Сергей Параджанов, особенно в своем фильме «Цвет граната». Он брал некоторые армянские сказки и экранизировал их. И у него действительно любой кадр, даже там я возьмусь и подтянусь за этой кружкой, которая у нас на столе, это было бы произведение искусства. То есть любой кадр – это картина, и не иначе. Игорь, ну вы так уверенно об этом говорите, понимаете, что где. Я в конце все-таки задам вопрос, сколько фильмов вы посмотрели, если есть такая статистика. Но чтобы зрители понимали, это понятие «насмотренность», что оно означает? «Насмотренность»… Посмотрите, давайте проведем параллель с литературным багажом. У нас есть школа, которая нас воспитывает умение складывать буквы в слова, образовать предложения, затем в целый абзац и текст, и выдавать это в форме какой-то мысли, о чем-то. Но в то же время нас не воспитывают с визуальной точки зрения. Это остается на человеке. Его ответственность, его желание. Да, вот, совершенно верно. И в принципе, мне кажется, что большая часть современной эстетики, она строится именно на фильме, потому что мы, другое поколение, нам не столько важны буквы, а больше важна картинка. Это не хорошо и не плохо. Так есть. Да, так есть. Ты с этим миришься и идешь дальше. Идешь дальше в кинотеатр. Ты доходишь и смотришь из фильмов, что тебя сейчас привлекает. Всегда есть какая-то эволюция, начиная от блокбастеров, заканчивая исключительно авторскими фильмами. Есть только два пути, в принципе, как-то выбирать. Насмотренность будет на кинематографа, который, в принципе, мейнстрим. Ну, понятно, определенного характера. Либо авторский. Большая часть, конечно, как мейнстрим, так и авторское кино, это в любом случае высказывание на определенную тему. Оно может быть очень простым по форме. Например, давайте приведем такой пример, который больше всего получил распространение. Это фильм «Мама». Фильм «Мама» строился примерно таким же образом, как и Ларс фон Триера «Дом, который построил Джек». То есть это высказывание... Было даже две скандальные большие версии. Это либо отношение художника и музы, либо экранизация Библии. Это была достаточно такая простая форма, но она выражала двойственную тему. А если провести параллель, то она, собственно, строится как раз и на параллели с фон Триера «Дом, который построил Джек». То есть первый пример «Мама» – это более такой мейнстримный. Там простые образы, и не особо нужен какой-то культурный багаж, чтобы их понять. А второй пример – это более глубокий, потому что Триер туда заложил и свою конкретную мысль. Игорь, вот прикоснуться еще хоть как-то, получить ориентиры. Вы же даете какие-то лекции, да? То есть можно где-то с вами общаться? Да, я периодически провожу бесплатные лекции. Вот последняя бесплатная лекция, она была на достаточно интересную, на мой взгляд, тему. Она звучала так, ну, сумасшедшая какая-то, двоеточие, сумасшедшая женщина, как образ, разрушающий обыденность в кино. И она обозревала французскую новую волну, советскую новую волну, немножко, правда, и американскую новую волну, как женщина присутствовала в кадрах до новой волны, до 60-х годов и после этого. Это увлекательная просто тема, она может быть бесконечна, но мы вынуждены закончить. Скажите, сколько фильмов вы посмотрели уже? Ну, если судить статистики на кинопоиске, больше трех с половиной тысяч, по-моему. Друзья, это интервью вы можете пересмотреть на нашем сайте kuban24.tv. Это Игорь Гукасян, ищите его в социальных сетях, смотрите больше кино, смотрите «Хорошее утро», потому что сейчас мы реально вам расскажем, что сегодня вечером можно посмотреть кино. Четверг и традиционно афиша в «Хорошем утре», и сейчас расскажу, что посмотреть. «Ограбление по Фрейду» — это не детский мультфильм про психоаналитика Рубана Бранта, который эффективно лечит закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров. Ему кажется, что единственный способ излечиться — выкрасть 13 художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. За ним гоняются итальянские мафиози, русские гангстеры, полиция, а также охотники за головами. Если вы не можете выбрать между походом на мультфильм или криминальную драму, ограбление по Фрейду — ваш выбор. Мои кошмары становятся все страшнее и страшнее. Персонажи знаменитых картин нападают на меня. Ваше влечение к ражам происходит из глубинной потребности. Вам чего-то не хватает в жизни. Я хочу, чтобы вы это нарисовали. Как я могу нарисовать, если не знаю, что это? Доверьтесь кисти. Вот потрясающая история. Я бы пошла. Да я уже сейчас побегу. Я, кстати, обожаю мультфильмы, поэтому тоже захотелось. Друзья, ну переходим к страшилкам. Проклятие плачущей. Хоррор о призраке Лайорона, затерянном между раем и адом. Легенды об этом жутком существе с давних времен передавались из поколения в поколение. Действие картины разворачивается в 1973 году, когда вдова с двумя детьми расследует исчезновение своих подопечных, заручившись поддержкой местного священника и сталкиваясь с темными силами из потустороннего мира. Если вы обладатель крепких нервов и любитель жутких детективных историй, этот фильм именно для вас, не для меня. Ну, как-то так. И вот от ужасов мы переходим к комедии. Наконец-то остроумная российская кинопремьера уходящей недели фильм «Миллиард». Главный герой – влиятельный банкир, всю жизнь избегающий собственных сыновей, чтобы не делиться с ними своим финансовым состоянием. Но он становится банкротом, и, дабы вернуть утраченное, ему необходимо ограбить собственный банк. В одиночку с таким делом не справиться и незаконнорожденные сыновья – идеальные подельники в команду для такой авантюры. Однако сначала стоит вернуть их доверие. Любителям российских кинокомедий, а также поклонникам Владимира Машкова просмотр рекомендуется. Отличная у нас команда. Идиот с пушками, диковатый бульфизрист, психолог, которому самому нужен психолог, и безрукий хакер. Как же без вас было хорошо. В глубине души я люблю свою семью. Мне дороги эти люди. Ну, не то, чтобы совсем дороги, но довольно приличные. Примерно на миллиард. Ну вот, погода на этой неделе так себе, поэтому, слава богу, есть что посмотреть в кино. Спасибо тебе большое, Нина. Далее мы увидим с вами уникальный памятник «Хорошему утру». И три самых популярных ответа в СМС родителей, детям, ну и наоборот. Продолжение следует... В Женеве весна наступает только после того, как расцвел официальный каштан. Ну, это тот самый, который растет под окнами правительства. Ну, а в нашей студии наступает весна, когда вы просыпаетесь, дорогие наши телезрители. Сегодня уже 18 апреля, а в студии Юлия Смелых, Игорь Шомас, и вот как раз этот самый каштан женевский, он, знаете, как наша погода в Краснодаре. Вот он захотел 29 декабря однажды расцвел в 2002 году, а захотел, например, дважды расцвел. Сначала в марте, потом в октябре. Вообще, да? Вот как его угадаешь? Ну, вообще не поймешь, мне кажется, это каштан. О погоде мы расскажем чуть позже, конечно, и не мы, а тот человек, который в этом лучше разбирается. А вот о родителях и детях, о том, как они общаются, расскажем прямо сейчас. Ну, да, некоторые родители не отличаются многословностью, и в этом мы можем с вами вместе убедиться. Когда задают вопросы, там все очень просто. Вот посмотрите, да, ответы. Ответы в данной ситуации, они четко выражают одобрение, а восхитительный знак в конце – максимальное одобрение. Все. Ну, и как бы дочь, понимаешь, там, в общем-то, тоже конкретно сдала первый зачет, второй, третий. Вот здесь вот внимание. Ну, здесь очень любят хлеб, мне кажется. Либо, либо ты понимаешь, либо папа военный, а мама, да, мама. Хлеб нужен? Нет, нет. Ну, я хоть раз понадобился. Один раз понадобился уже хорошо. Друзья, если мамы такие немногословные, то что говорить об отцах? Понимаете, там тоже все очень сухо, по делу, и только тогда, когда этого требует ситуация. Ну, собственно, вот. Это когда весь день выходишь на связь с родителями. Это, кстати, тоже мама, да, сейчас переживала. Я все жду, когда же покажут нам пример ответа отца, который… Вот он, папа. Внимание. Все, нормально, четко. Пришлите смс. Мы разместились. Давайте смс. Так, все, напишите. Дети любят путешествовать. Сначала они в Бангкопе. Сначала в Абу-Даби, потом в Бангкоке, а потом на Бали. Нормально все, значит, родители организовали своим детям. Все замечательно, мне кажется. Так, ну и есть у нас еще один пример какой-нибудь на экране. Да, вот он сейчас появится. Это папа. Окей. Хорошо, когда папа отвечает «окей». Дорогие родители. Ну, вы молодцы, что вы отвечаете хоть как-то, потому что некоторые, мне кажется, вообще не отвечают. Смотрите, тут, пожалуйста, смайлики. Смайлики, это, кажется, уже, знаешь, такая вообще высокая степень отражения эмоций у родителей. Это вообще интересно. То есть спрашивают, ты где гуляешь с Алиной. Положительное отношение к этому. Тебя родители контролировали, вот скажи мне? Конечно. Вот такими смс-ками? Ну, не такими. Тут в то время еще не было прям таких средств связи, чтобы... Игарь, давай домой. Вот так вот, да? Когда у друга пейджер был, ему на пейджер посылали, он мне рассказывал, говорит, тебе вот пишут родители, пора домой. Ой, круто, когда беспокоятся они о вас. Почаще спрашиваете, как они себя чувствуют. А вообще более эмоциональные дети маленького возраста. И когда они оказываются в зоопарке, например, то тут сразу становится понятно. Сейчас видео будет, которое однозначно зарядит вас на весь этот четверг. Маленький ребенок, да, из Китая. Пришли в зоопарк с родителями, ну и вот с Мишкой скачет. Только непонятно, что у Мишки в голове в этот момент. Ты думаешь, что Мишка не просто от радости скачет, да, у него какие-то другие намерения. Возможно, все не исключено, мне кажется. Ну, я надеюсь, что таким же довольным и счастливым к нам в припрыжку сюда ворвется Паша Моисенко, чтобы рассказать о том, что погода будет хорошая. Я, Паша. Паша, что там с погодой, расскажи. Ребята, привет, я не прыгаю, но мне кажется, просто не показали в этом кадре, там стекло заканчивается, и медведь хотел допрыгнуть, чтобы перелезть и пообщаться. Вот у вас, в смысле, сходятся. Сходятся всегда. С погодой, конечно, не все так весело, как на этом видео. Но не зальет вот настолько, насколько медведя залило. То есть, короче, я даже не знаю, с чего начать, ребята. Информации очень много. Иди, пожалуйста, к плану, расскажи. Мне кажется, все интересно. Друзья, в общем, ну вы видите, что погода у нас сейчас, ну, прямо скажем, такая, на любителя. Ну да. На любителя вот такой вот, ну, такой не очень приятной погоды. Все почему? Значит, сразу несколько мощных структур климатических на нас оказывает так или иначе свое влияние. На днях циклон Средиземноморский принес в наш регион вот эти осадки, и он направляется в сторону Каспия, в сторону Казахстана. И связаны как раз-таки в том числе и с ним сейчас, ну, вот эти неурядицы с погодой, которые мы с вами наблюдаем за окном. От Москвы до Черноземья, видите, здесь облаков гораздо меньше. Там сформировалась область высокого давления и как бы выдавливает вот сюда, на юг, к нам, вот этот вот холодный, эти воздушные массы и эти осадки, которые, собственно, за окном мы с вами видим. Но скоро, ближе к выходным, начнет к нам подтягиваться вот отсюда скандинавский антициклон и будет разгонять облака в регионе. И где-то уже на выходных, в начале следующей недели, облаков уже будет меньше. Ну, а пока вот то, что мы с вами видим. Морость, дождь, где-то больше осадков, где-то меньше. Причем у нас ожидается и дождь со снегом в предгорьях и в горах. И даже не исключают синоптики возможности сегодня в каких-то районах края у нас заморозки ночные. Сегодня мы будем внимательно с синоптиками за этой ситуацией наблюдать. И в вечерних наших выпусках уже точно вам расскажем. Давайте посмотрим, как у нас эта ситуация отразилась на температурах. Ну, не выше. Видите, теплее всего у нас в Топсе 15, даже до 16 может быть. А так вообще 9-11 примерно. Вот на основной территории у нас край. Где-то больше осадков, где-то меньше. Будет в Сочи, наверное, больше выпадет. Где-то солнышко будет пробиваться. Но в основном погода такая пасмурная. Давайте в центре нашего края посмотрим. В Краснодаре конкретно, какая погода ждет жителей столицы. Края днем до 9-11, выше вряд ли. Видите, пасмурная погода. Даже осадки мы с вами ждем. И ветер. У нас повышаются градиенты, потому что территория нашего региона соседствует с более низким давлением. Соседствует с регионом, где давление более высокое. Градиенты возрастают. И до 25 метров в секунду сегодня ветер может разгоняться в Новороссийске. Давление местами выше нормы, местами в норме. То есть погода, она такая разная. Насыщенно рассказываешь, как насыщенные структуры, понимаешь. Но ты же, Пашенька, еще успел вот между всем этим изучением погоды отметить праздник. День исторических мест и памятников. Да, это было очень интересно. Друзья, я этим раньше не занимался тем, чем пришлось накануне. Давайте посмотрим. 18 апреля отмечается День памятников и исторических мест. Памятников в России, на Кубани и в Краснодаре в том числе очень много. Но не все из них посвящены великим историческим деятелям. Есть среди них и довольно необычные памятники. Вот такой не совсем обычный памятник мы решили сделать в хорошем утре. И я думаю, что жители Краснодара нам в этом помогут. Мы стали думать, как должен выглядеть памятник хорошему утром. Каждый новый день – это начало чего-то нового. Соответственно, нужно избавляться от старого ненужного хлама, который вот тяготит мертвым грузом. Мы насобирали в нашей редакции старые ненужные вещи. И из них решили сделать памятник ненужным вещам. Вот, собственно, мы насобирали ненужные вещи. Я думаю, что все это нам может пригодиться. Сейчас будем потихонечку это сюда пристраивать. Так. Ну, допустим. Главное, самому не прилипнуть. Интересная инсталляция получается. Но у нас еще много всего. Диск. Диск. Вот так она будет. Пожалуйста. Пожалуйста. Друзья, все, что у меня было из ненужного, я на наш памятник, собственно, повесил. Осталось завершить эту композицию, эту веселую и необычную инсталляцию с помощью ненужных вещей, которые есть у жителей Краснодара. Делаем памятник ненужным вещам. Вот все, что у нас было ненужное, мы поместили в наш памятник. Может быть, вы нам поможете есть что-то ненужное. Так. Давайте смотреть, что это. Есть билетик. Вот прям к Зайцу, наверное, да, чтобы у нас Зайц был обелеченный штат. Не ездил Зайцем. Это непростая задача найти людей, у которых с собой есть что-то ненужное. Может быть, есть сейчас у вас с собой что-то ненужное. Я могу пожертвовать свою резиночку ради этого прекрасного шедевра. Можно быть, к Зайцу. Главное, самой не прилипнуть. Как назовем наш памятник? Палка о двух концах. Палка о двух концах. Здравствуйте. Мы делаем, вы видите, да, это необычная инсталляция. Это памятник ненужным вещам. А что у вас из ненужного? Вы честны? Это что это? Замочек такой ненужный. Замочек? А давайте пойдем его вместе повесим на наш памятник ненужным вещам. Слушайте, это здорово. Может быть, даже кому-то такая штука нужна. Это непростая задача. Вот, на елочку можно повесить. Так, так. Все, замочек. Друзья, ну, не очень много у нас сегодня желающих принять участие в создании нашего памятника ненужным вещам. Ну, во-первых, потому что люди с собой особо не носят ненужные вещи. Зачем их с собой носить? А во-вторых, наверное, потому что время рабочее, и люди зарабатывают деньги, чтобы приобрести нужные вещи. Нам остался последний штрих. Это украсить нашу композицию логотипом «Хорошего утра». Друзья, избавляйтесь от ненужных вещей. Давайте хранить наши памятники, ухаживать за ними и помнить нашу историю. И, друзья, я думаю, что этот памятник мы тоже выбросим, иначе зачем он нужен? Ну, мы не все выбросили мячик, мы отдали женщине с собакой. Все остальное у нас ушло. Почтон сохранился. Друзья, не менее веселое продолжение. У «Хорошего утра» шустрое утро. Смотрите. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Привет, ребята. Вы смотрите «Ваше любимое шустрое утро». Просыпайтесь скорее, мы шлем вам наше приятное, наше веселое настроение. Начните свой день с улыбки, как мы. Улыбаемся? А-а-а. Отлично. Ну что, телезрители, давайте просыпайтесь скорее. А пока вы просыпаетесь, предлагаю посмотреть вам интересные факты от Шустрика. Всем привет, кто нас смотрит «Мое имя Шустрик» и сегодня я познакомлю вас с Фредди Хаймером. Фредди Хаймер – актер кино, сценарист и режиссер. Известен по своим ранним ролям в детских кинокартинах «Чарли и шоколадная фабрика» и «Волшебная страна». А также по полнометражной ленте «Август Раш», где 15-летний актер сыграл главную роль. Альфред Томас Хаймер родился 14 февраля 1992 года в Лондоне. Через три года у него появился младший брат по имени Барти. Родители мальчика всю жизнь работали в сфере шоу-бизнеса. Отец Эдвард – успешный британский актер, а мать – ар-менеджер Сью Латимер. Она привела на сцену многих британских звезд. Фактически именно благодаря помощи матери Фредди и попал на свои первые прослушивания. Настоящим прорывом для Фредди стал фильм «Волшебная страна». Картина была основана на популярной пьесе о писателе Мэтью Барри, авторе легендарной истории о Питере Пенне. Главные роли в ней исполнили Джонни Депп и Кейт Уинслет, а Хаймер сыграл их сына. Благодаря этому фильму актеры очень сдружились. Это все, что я хотел вам рассказать об этом блистательном актере. А меня зовут Шустрик. Увидимся совсем скоро. Дорогие телезрители, ребята, скажите, а какие интересные профессии вы знаете? В Великобритании есть такая профессия – стояльщик в очереди. Ему платишь 20 фунтов за час, и он стоит в очереди за тебя. Стандартная профессия – это переворачивать медвинов. Эти птицы от природы являются очень любопытными. Они смотрят на взлетающие самолеты, падают на спины и не могут без помощи подняться. А тот Гордон из США зарабатывает деньги, потому что умеет правильно улыбаться. Специалисты по рекламе установили, что его улыбка очень положительно влияет на рекламу. На сегодняшний день за то, чтобы просто улыбнуться в кадре, тот получает от 4 тысяч долларов. Ого! Вот такие деньги. Андрей, а знаешь, что профессия гондольеров считается исключительно мужской? Да, знаю. Сейчас только одна женщина работает. Чтобы получить эту профессию, она проходила длительные подготовки и даже сдавала ей экзамены. А в России есть такой специалист, как дергаль. Он собирает 3 месяца в году водоросли. Да, ничего себе! Сколько профессий необычных существует в нашем мире! Да, а поподробнее нам поможет узнать об этом рубрика «Хочу встать!». Привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня я хочу вместе с вами поговорить о профессиях. Для начала я хочу у вас узнать, кем вы хотите стать. Хочу быть спецназом, потому что мне нравятся щиты, законы и все делать хорошо по законам. Ну и я хожу на борьбу. Кем ты хочешь стать? Врачом. Почему? Потому что я хочу лечить людей, чтобы они были все здоровы и счастливы. Мастером спорта по фигурному катанию. А зачем нужны фигуристы? Ну, они прославляют нашу страну, и другие люди приезжают в нашу страну и узнают ее больше. Я хочу стать ветеринаром, потому что я очень люблю животных, и мне нравится их лечить. Каких больше животных любишь? Я люблю кошек, собак и морских свинок. Зачем лечить животных? Ну, чтобы они не болели, и чтобы им все было хорошо. Я хочу стать футболистом, потому что мой папа увлекался с детства футболом, и мне тоже захотелось. Сейчас я вам загадаю загадку, а ваша задача – отгадать, какую профессию я загадал. Вы готовы? Да! В книжном море он бескрайним, настоящий капитан. Отыскать любую книжку помогает быстро нам. Книг-хранитель и их лекарь. Книжек-друг. И библиотекарь! Библиотекарь должен выдавать нам книжки, следить за ними и расставлять их по полочкам. А сейчас предлагаю узнать об этой профессии подробнее. Библиотекарь – это профессиональный работник библиотек, который выдает книги. Он постоянно общается с читателем, отвечает на его вопросы, советует, какую книгу прочесть. Ведь книга помогает юному читателю выстраивать жизнь. Библиотекарь рассказывает о детских писателях, их новых книгах, знакомит с последними номерами журналов для детей. Библиотекарь устраивает красочные книжные выставки, посвященные юбилею писателя или поэта. Эти выставки часто украшают детскими рисунками. Библиотекари приглашают авторов известных и любимых книг на встречу с маленькими читателями. Сегодня специалисты этой профессии работают с различными информационными носителями, с аудио- и видеоматериалами, электронной почтой, электронными каталогами. Они умело пользуются компьютером и интернетом, создают базы данных и электронные презентации. Ребята, вы узнали что-нибудь новое о профессии библиотекарь? Да! Это важная профессия? Очень! А сейчас предлагаю передать всем библиотекарям привет! Привет, библиотекари! А наш эфир уже подошел к концу. Подписывайтесь на наш ютуб канал и в инстаграм. Также у нас есть группа ВКонтакте, ссылки уже на экране. А с вами были Андрей, Денис и Элина. И, конечно же, ШУСТРОЕ УТРО! Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова